Добрый день! Мы продолжаем следить за главными событиями города и области. Обо всем самым интересным расскажу вам я, Ольга Хаснудинова. Около полутора килограммов героина изъяли наркополицейские в Балаково. 33-летний гражданин Таджикистана признался, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, а это больше, чем 30 тысяч доз. Ведется следствие. Саратовцев приглашают на завод, но не работать, а посетить ежегодную выставку современного искусства. Гостей ожидают непризнанные художники, граффити, видео-арт, инсталляции и многое другое. Арт-акция «Завод деталей» пройдет 11 июня в помещении бывшего клуба «Нега» на Астраханской, 103, с 16 до 23 часов. Руководство Саратовского автобусного парка привлечено к ответственности. Гострудинспекция обнаружила многочисленные нарушения. Водители работали от 14 до 17 часов в день, что противоречит требованиям Трудового кодекса. Нормальная продолжительность рабочего времени должна быть не более 40 часов в неделю. Также у водителя автобусного парка перерыв между рабочими днями был менее 12 часов, что тоже является нарушением. Депутат облдумы Денис Фадеев обнародовал данные о доходах и имуществе. В прошлом году он заработал 1 миллион 300 тысяч рублей. В собственности парламентария находится автомобиль «Нива». Анна, супруга Фадеева, обогатилась на 108 тысяч рублей. Фадеевы вместе с сыном Никитой в равных долях имеют в собственности квартиру площадью 85 квадратных метров. Валерий Радаев посетил таможню. Председатели областной думы рассказали и показали много необычного. Раритетные экспонаты из истории российской таможни, выставку картин местного художника и собственную библиотеку. Работа таможенника нелегкая, так что тут заботятся и о психологическом комфорте сотрудников. Есть даже аппарат для тестирования иммунитета. Спикеры рассказали, что в планах приобрести детектор лжи. Будут проверять сотрудников, чтобы не возникало соблазна нарушать закон. Визит Валерия Радаева связан с тем, что уже с 1 июля начнет действовать новый таможенный союз Россия, Казахстан, Белоруссия. Депутатов будут наказывать за прогулы рублем и лишением мандатов. В Госдуму внесены поправки в закон о статусе народных избранников. Они призваны бороться с прогулами заседаний и повышать дисциплину парламентариев. Авторы поправок заявили, что нередко отсутствие на пленарном заседании связано с причинами, назвать которые уважительными довольно трудно. Отсутствие 20 и более раз в течение года может стать основанием для лишения депутатских полномочий и мандата члена Совета Федерации. Проект также предусматривает снижение размера денежного вознаграждения за каждый немотивированный случай пропуска пленарного заседания палаты. Поправки вступят в силу к осени. Завершился конкурс «Лучший ученический класс-2010». В сентябре в борьбу за это место вступили 1987 классов из всех районов региона. Весь год школьники старались получать одни пятерки, не прогуливать уроки и быть первыми во всем, будь то творчество, экологическая работа или спорт. По итогам конкурса статус «Лучших» получили 44 класса, около 900 школьников. В качестве приза они получат поездку в Москву, компьютеры, принтеры и фотоаппараты. Цирк для соцработников. 8 июня они отмечают свой профессиональный праздник и в качестве подарка их пригласили на бесплатное представление. В антракте раздавали мороженое и благодарили за их нелегкий труд. В социальной системе области занято более 20 тысяч человек. Из них более двух тысяч получили различные награды. Налоговиков обязали делать доносы. Руководитель Федеральной налоговой службы выпустил приказ о борьбе с коррупционными проявлениями. Согласно документу, сотрудники обязаны отчитываться обо всех попытках подкупа. Сообщить об этом налоговик должен не позже, чем на следующий день. Исключение составляют находящиеся в командировке. Нарушителям новых требований грозит наказание в соответствии с законодательством. Тех, кто откажется от взятки, но скроет этот факт, ждут санкции от выговора до увольнения. Дополнительные рейды для розыска уклонистов. На специальном совещании представители военных комиссариатов отчитались о военном призыве. По последним данным, в армию из Кировского, Волжского и Ленинского районов записано 419 человек. Отправлено в войска 155 призывников. Сотрудники военкоматов отметили, что основные усилия направлены на общение с учебными заведениями среднего и профессионального образования, а также на розыск уклонистов. Для исправления ситуации с выполнением плановых показателей предложили дополнительно организовывать вечерние рейды. Обнародована программа празднования Дня России. В детских школах искусства и библиотеках пройдут тематические выставки. 9 июня в Музее Чернышевского будет организована литературная экспозиция «Гражданский подвиг Чернышевского». Здесь же 11 июня пройдет торжественное мероприятие «Пою твое имя Россия». В Манеже Дворца спорта состоится открытый турнир города по карате, а в Центральной детско-юношеской спортшколе будет организован близ турнир по русским шашкам. Главный концерт День России пройдет 12 июня на набережной космонавтов. В нем примут участие творческие коллективы городского центра национальных культур и национальных общественных объединений. На Волге у села Подгорное будет организован открытый городской чемпионат по рыболовному спорту. В этот же день в Липках пройдет городской близ турнир по шахматам. 13 июня на горнолыжной базе «Роща» впервые в Саратове запланирован открытый чемпионат города по маунтинбайку. Это скоростной спуск на горных велосипедах. В соревнованиях примут участие спортсмены из Саратова, Москвы, Самары, Пензы и Волгограда. 500-километровый крестный ход начнет саратовской епархией 27 июня. Он посвящен новомученикам и исповедникам российским. Шествие пройдет из Саратова в Авилов дол Ивантеевского района, где в годы советской власти были расстреляны обитатели пещерного монастыря. В этот день, после божественной литургии, паломники выйдут от храма во имя великомученика Георгия Побездоносца в Солнечном. Маршрут пройдет через Саратовский, Воскресенский, Вольский, Балаковский, Пугачевский и Ивантеевские районы. Ежедневно будут совершаться богослужения. Завершится крестный ход 17 июня, в день памяти святых царственных страстетерпцев. Это все новости на сегодня. Следите за жизнью города на Форпост ТВ.